всем привет и сегодня опять с вами я аленка на своем канале и дальше мы продолжаем свое видео это мясо свинины без строганов буду делать я его тоже делала сейчас небольшие подсказки там не давали женщины и я сделаю так как они подсказывали поэтому дорогие мои поехали вот такой кусок свинины свежий я только купила в русском магазине мы из него будем жарить без строганов ну не знаю без строганов не без строганов но будем жарить мясо в любом случае просто моя свекровь царствие небесное называла это так и делала довольно таки вкусно на сметанке на чесночке на луке но и я точно также приготовлю без всяких присыпок подливок засыпок и всяких приблуд просто простое деревенское жареное мясо будем делать все мои хорошие поехали берем хороший ножик амц режет как по маслу хоть мясо хоть сало хоть что она у меня еще под замерзшие нарезаем на большие сначала пластики потом его немножко от объем залезаю вперед наверное я не буду говорить а сделаю по быстренькому сокращу свою басню и расскажу вам тогда наперед что я буду делать сейчас мы его разрежем от объем и тоненько-тоненько будем нарезать при этом сковородку будем уже включать пусть она нагревается остается мяско салком как мы любим мы люди деревенские всю свою сознательную жизнь прожили в деревне держали поросят корову даже держали умудрились одержать курочек и уток после ну короче все мы прошли все мы знаем как это что и почем и и вот такое мяско конечно мы очень любим не знаю как то мы любим очень совсем чуть-чуть деревянной лопаткой мы его отобьем свиньи свою сейчас уже точно включаем сковородку наливаем туда масло и режем мяско потому что хорошо разогретую сковородку мы добавим свое мясо берем свой ножик хороший амц и поперли тоненько-тоненько нарезать вы конечно извините за мой сленг но я по-честному хочу вам сказать что я подбираю слова как могу потому что я могу быть и совсем не такой такая я вам сейчас на видео простая обыкновенная девчонка которая росла в деревне до 17 лет до 18 потому что я родилась 4 ноября и я пошла с 8 лет почти в школу меня не взяли потому что 4 ноября ноябрь месяц это еще не еще не было семи вот и я в классе почти было старше но класс у нас был знаете весь детского садика поэтому мне повезло что меня не перевели ни в какую другую другой другой в какой-то другой класс я со своими же детсадовцами пошла в школу поэтому мы простые обыкновенные константин мой муж на два года старше меня учился в нашей же школе мы друг друга знали как облупленные живем мы с ним уже 33 года в деревне и в городе жили и в деревне жили и всегда держали поросят купишь вот таких малюсюсеньких маленьких при маленьких поросюшек я с ними любила вошкаться кормила их чуть ли не с ручки варила им картошечку запаривала комбикорм чуть ли не соски их выхаживала а к ноябрю месяц резали все поросят вот уж деревня была вся во вкусностях вся в жарке вся скажите мне ну как это осердие когда жаришь и все это господи забыла ну ладно вы мне подскажите надеюсь кто смотрит меня до конца и за каждым словом моим следит и вы мне подскажите как называется когда режешь оси жаришь осердие ливер только тут свеженина вот дошло до меня вот такие пироги так что мы с константином и корову даже держали правда года два наверное выдержали нам бабушка и и теленочкам костина бабушка подарила ее нам корову эту теленочка мы ее вырастили даже принимали роды рожались у нас два года телята ну короче все это мы знаем всю эту деревенскую кухню и печку мы топили и дрова мы кололи и дрова мы заготавливали и сено мы заготавливали все мы это делали ну и как же без деревенского простого мяса раз уж купили свежие то нужно его уже конечно нам поджарить как в деревне чтоб по бороде сметанка текла это я конечно утрирую но в любом случае надо сделать вкусно и очень хочется этот вкус и запах перенести и донести до вас но не знаю как это получится наговорила вам обо мне всего поэтому все переходим к сковородке сковородка уже накалила скажите на покупала кастрюль посуды такой а жаришь на одной сковородке и блины и это просто я сегодня все делаю за раз и не хочется мне эту сковородку мыть она уже у меня теплая и накалилась и хорошо и я ее протерла салфеточкой смела с нее старый жир налила сейчас маслеца и буду жарить на этой же сковороде все то же самое ну типа экономик электричества я так думаю это можно так назвать вот такое у нас мясо сейчас мы сюда потом уже когда будет готовый лучок и чесночок добавим а пока жарим не помешиваем не размешиваем пусть маленько наберется внизу корочкой главное нам чтоб мясо не получилось вареное я терпеть не могу вареное мясо когда она дает свою жижку южку или как ее там правильно назвать и когда мясо начинает вариться поэтому я добавила еще немножко оборота в своей плите и не закрываю крышкой не люблю вареное мясо вообще ужас ужас поэтому лучше когда она поджарится до корочки а потом когда добавим сметану лучок уже закроем и потушим подольше но пока не хочу вообще набиралась и собиралась в лесу слушайте как уже мое мясо жарится конкретно очень хорошо начало жариться то чего я добивалась не закрывая крышки хочется вообще чтоб она каждая отдельный вот этот вот прямоугольничек полосочка прожарились но такого конечно мы с вами не добьемся ну вот так она у меня уже жарится и я выкладываю лучок лучок нужно тоже чтоб поджариться хочу узнать у вас сейчас тут буду делать но если получится не обещаю короткие видео как лучше короткие видео или длинные с разговорами потому что я уже вам говорила что у меня не кулинарный канал на кулинарном канале конечно они по 5-7 минут только могут озвучивать делать все сокращать быстренько а потом включить озвучку а здесь я разговариваю здесь мои мысли идут ну знаете своим ходом пароходом называется и приходится конечно себя дергивать контролировать чтобы сделать видео вам покороче потому что вот новеньким зрителям которые после тысячи пошли у меня и мне очень нравится моя болтовня прям так и называют болтовня занимаетесь делом которое вы хотите а я и занимаюсь своим делом которое люблю которое хочу я просто живу и это моя жизнь и я ей делюсь многие пишут не обращайте внимание елена делайте свои дела как делали но я не сильно нервничаю но как-то момента не по себе я научусь совладать конечно со своими вот этими эмоциями и не буду потом возможно пофигисткой на все но пока я за каждого своего подписчика боролась и ну как знаете не то что как на войне до боролась хотела его удержать чтобы они от меня не уходили чтобы они меня смотрели и и поэтому я конечно и разговаривала с ними и все делала сейчас пришли новенькие что-то разговорчики мои их не прельщают ну что хочу сказать на вкус и цвет товарищей нет поэтому можно же разговоры и проматывать посмотреть начальный результат и конечный и сказать большое большое спасибо и все и не слушать мою болтовню так мяско наше жарится уже на весь подъезд и дом я просто уверена пахнет свежиной или мясом жареным но пусть завидуют молча а мы сегодня жарим парим все делаем черненький перчик красненький перчик что вы еще любите вы можете это добавить и обязательно нам надо ложечку муки это меня научили мои подписчики это нужно сделать и попробовать прошлый раз я такое не делала мяско мое уже конкретно зажаривается уже как бы мне его не проворонить и добавляем сметанку именно сметанку добавлять надо потому что сливки могут скручиваться да а сметанка дает свой другой какой-то положительный эффект и вкус и все-все-все ну короче сметана есть сметана а сливки есть сливки вот и мы сейчас все это размешиваем мучка пришла просит кушать сейчас пойдем кушать чесночок режем да немножко нужно добавить воды так как мы добавили муки да и мы добавим мокрый да и густой все размешала и водички пришлось побольше налить чтоб вот такая вот видите свой подливчик типа получился настоящий без всяких пачек без и без всего и и поставлю сейчас под крышку на одни ручку томится 30 40 и до